Добрый день. Сегодня хотелось бы с вами поделиться очень интересной информацией, которая вот буквально вчера в наших кругах серьезно обсуждалась. Все началось с телевизионной передачи. Смотрю сейчас, ну наверное, как и все россияне, только новости по телевизору. Включил очередные новости. Ну и кроме всех событий, там прошел мельком такой, прошел репортаж из Израиля, значит, из научно-исследовательского института медицины Израиля, где все журналисты дружно поздравляли, значит, исследователей с тем, что они наконец-то вот реально продвинулись за последние 50 лет в создании препарата против рака, онкологического препарата. Ну, дали кратко выступить основному разработчику. Ну и так вот, мимо так прошел и буквально несколько секунд вот такой маленький репортаж прошел, но меня он заинтересовал. Я совершенно недавно нашел своего старого приятеля, с которым вместе учились мы в Новосибирском университете, а сейчас он работает в одной из научно-исследовательских центров в Израиле, вот как раз занимается проблемами медицины. Я ему написал письмо, получил достаточно подробный ответ тут же практически. Значит, ответ содержался следующий, что да, значит, группе ученых удалось наконец-то приблизиться к решению проблемы онкологических заболеваний и создать вакцину противоонкологическую, которая пока на первых порах вот показывает очень хорошие результаты, по крайней мере у них устойчиво более 60 процентов положительного результата. Но до выпуска препарата, как сами планируют ученые, у них 7-10 лет. Почему? Потому что, ну, во-первых, 5 лет это клинические испытания, но клинические испытания для хорошей израильской медицинской лаборатории, вы сами понимаете, это не так сложно, в общем-то, сделать, тем более там заинтересованных лиц много и финансирование идет. Но самое главное, что они на сегодняшний день не могут и не в состоянии сделать эту вакцину, разработать технологию этой вакцины для массового производства. То есть, как только они пытаются увеличить объем этой вакцины, у них ничего не получается. В лабораторных условиях у них все получается. Но все исследователи в этом плане со мной будут единодушны, и когда скажут, это дело времени. Вот если в лабораторных условиях получается, то рано или поздно, значит, они все-таки найдут способ и промышленного производства данной вакцины. Но он также пояснил, и как она работает, и вообще, что это такое. Я, честно говоря, не был сильно удивлен. Это расщепленные белки животного происхождения, так называемые короткие пептиды. Как я понял, по сути, это препарат дорогого, немножко, так сказать, в немножко измененном варианте. Потому что основное его свойство это активировать иммунокомпетентные клетки в организме. Вот, в принципе, это основное его свойство. И с помощью этого они добиваются достаточно хороших результатов. Как сказал сам разработчик в своем интервью, мы из лейкоцитов делаем настоящих бойцов. Они, иммунная система, резко активируются, они находят, значит, вот эту опухоль, ее атакуют, и она просто рассасывается. Заметьте, два момента, вернее, три момента самых важных. Первый момент. Ученые выбрали абсолютно правильный метод и не воздействуют на опухоль непосредственно. То есть, воздействие на опухоль никакого не оказывается. Воздействие идет на организм целиком. На организм в целом с точки зрения активации иммунной системы. Вот это основное направление, которое очень правильное. Почему? Потому что все понимают, что если воздействовать на опухоль, то на разные опухоли нужно воздействовать по-разному. А формы рака, их там более тысячи на сегодняшний день известны. Это значит, надо тысячу разных вакцин, но это бессмысленная затея. Второе. Они говорят, что они из лейкоцитов делают настоящих бойцов. Но это я привожу прямой перевод интервью. Но переводя на русский язык, они резко повышают активность иммунокомпетентных клеток. Но у них нет такого оборудования, которое есть у нас. И они на сегодняшний день не знают, я задавал специально этот вопрос, они не знают, почему лейкоциты становятся активны. То есть они это видят, а вот причин резкого увеличения этой активности не знают. Потому что нет у них оборудования для альфа-теста, они не исследуют, естественно, увеличения РНК в активной фазе внутри клеточной, то есть внутри лейкоциты. Поэтому такой информации не имеют. Но результат видят. Ну и как все исследователи в таких случаях понимают, что пока мы еще не понимаем механизма воздействия, но видим хороший результат. Третье. Используют комплекс расщепленных белков. Они не говорили об этом, но я понял, так сказать, по полунамекам, что расщепление белков животного происхождения. И добиваются таких результатов. Но те, кто занимается в рамках проекта нашего Кайрост, занимается нашей продукцией, очень хорошо знают, что вот это описание, вот то, что все, что я перечислил, оно стопроцентно подходит под продукт номер 8 экспериментальный, который у нас есть. В принципе, мы еще не делали такого широкого, широких исследований в области онкологии. Естественно, у нас нет таких результатов. Но те пациенты, которые принимали уже на сегодняшний день, вот это в Улан-Удэ, да, по-моему, там мы получили результаты, отчеты, получили очень хорошие результаты. По сути, вот этот израильский научно-медицинский центр, он, в принципе, пришел к конечному продукту, похожему на наш продукт. Но, так как из пояснений вот моего товарища, я понял, что расщепляют они белки с помощью специальных ферментов, то есть, по сути, ну, химическим путем. Вот. Я думаю, что наш препарат в итоге, когда мы его доведем уже до окончательной кондиции, будет более качественной и более широкого спектра воздействия, чем у них. Ну, а в разных мы весовых категориях. Израильские научные центры – это одно. Они уже там просят на Нобелевскую премию, просят заявку, знаешь, там подать. Весь мир сейчас во всех, практически, как сказал мой товарищ, приезжает на сегодняшний день, к ним приезжают брать интервью, практически со всех стран мира. Почему? Потому что это действительно за 50 лет реальный прорыв, вот такой реальный, вот он первый раз так случился. Потому что все остальные были полунамеки и реальных результатов не давали. Вот. Ну, к нам никто не приезжает. Мы это стерпим. Ничего страшного пока. Будем просто пользоваться. Вот. Напрягает, конечно, сразу их утверждение, что они не могут изготавливать в больших объемах, то есть промышленных масштабах эту вакцину. Ну, для нормального здравомыслящего человека, кто понимает кое-что в финансах, кроме медицины и здоровья, это абсолютно четкий сигнал. Вакцина будет стоить просто бешеных денег. Почему? Потому что спрос большой, а производство ограничено. При таких условиях, так сказать, она будет стоить столько, сколько за нее будут давать. Ну, а, естественно, в мире найдется достаточно, если дать рекламу там на сегодняшний день, то в мире найдется достаточное количество людей, которые будут давать столько, сколько попросят. Вот. Тем более людей, которые имеют предпосылки к онкологическим заболеваниям или уже в той или иной степени столкнулись с этим недугом. Ну, с одной стороны, меня это расстраивает, потому что нашу науку, наши журналисты так не пиарят и не пропагандируют, по сути. Хотя и могли бы это делать. И, скажем, вот сейчас последние события по Украине, мне лично говорят о другом. Я буду говорить только о внутрироссийских проблемах, естественно. Они говорят, что если необходимо журналистам, то провести определенную пиар-компанию они совершенно спокойно могут и во всем мире, и не только у нас в России. Что они сейчас и делают? Молодцы, правда. Действительно, пора. Вот. Но мы видим, как научные работы за рубежом поддерживаются в этом плане. Они еще только начали вот свои исследования и только получили первый результат. У них уже весь мир о них знает, в принципе, и уже там половина из тех промышленных заинтересованных людей готова финансировать и вкладываться в эти разработки. Потому что в надежде получить, естественно, хороший реальный результат. На сегодняшний день мы по российским разработкам, я не говорю о том, что это только вот наши разработки, и по другим тоже очень интересным разработкам. Мы просто на грани фантастики, я сталкиваюсь, вот общаясь с людьми. Вот. Такой информации просто нет. Я уже не говорю в мире, даже в России нет. А в принципе, для того, чтобы наука и новые разработки получали, естественно, средства на продолжение своей работы, должна быть информация. Очень мощная информация. На сегодняшний день, к сожалению, этой информации нет. Вот никто из вас мне на взлет научно-популярного журнала, который отражает проблемы здоровья, именно научно-популярного, а не коммерческого, не назовет. Вот раньше было, например, «Наука и жизнь». В Советском Союзе выходил журнал. Его, знаете, его выписывали люди, я вот знаю, я работал на заводе и дружил, значит, с секретарем правкома, который в свое время занимался там, подписками на производство занимались. Вот журнал «Наука и жизнь» выписывали все рабочие практически. Он токарь, он к науке никакого отношения не имеет, у него жена где-то там тоже работает там, ну, на такой должности не очень высокой. Но они выписывают журнал «Наука и жизнь». Естественно, ее периодически читают. И та информация, которая там давалась, она не носила коммерческий и рекламный характер. То есть ей можно было доверять. И я даже вот себя вспоминаю из таких журналов, как «Техника молодежи», «Знание силы», «Наука и жизнь», а самое главное, журналы «Химия и жизнь». Я получал очень много информации для своей непосредственной работы и учебы. На сегодняшний день вот таких информационных каналов вот практически нет. К великому сожалению. Именно поэтому, когда я вот встречаюсь, например, у меня была вчера встреча с генеральным директором школы Олимпийского резерва. Государственная структура, и очень порадовался я за наш спорт, особенно детский и молодежный. Там у них при этой школе интернат для талантливых ребят. Шикарные залы, шикарные комнаты, где они живут, отличная столовая. В общем, все нормально. Еще больше порадовало, что обнесено все забором и очень хорошая охрана. Это вот такое, в ячейке. Вот. Так я ему рассказываю, он говорит, а почему я ничего об этом не знаю? Я говорит, вот от тебя первый раз слышу, что это вообще в природе есть. Мы, говорит, чего греха таить, говорит, ну используем там всякую фармацептику и химию для спортсменов, которые идут на соревнования. Но я, говорит, понимаю, во-первых, это химия сплошная, во-вторых, это уколы там в живот очень болезненные. Говорит, спортсменов после соревнований еще там полторы-две недели колбасит, пока они от этого, знаешь, вот стимуляции этой отойдут. А о том, что есть нормальные препараты, которые могут мягко стимулировать, так сказать, спортивную деятельность, я, говорит, первый раз об этом слышу. Хотя, говорит, регулярно езжу и на семинары, и на конференции, которые там наше министерство спорта организует. Первый раз слышу. Сразу же попросил, сразу же мне официально, значит, сделал запрос на нашу продукцию. Почему? Потому что он нуждается в ней. Он очень хорошо понимает, что нуждается. Но информационное поле, информации нет. Но это уже, ребята, к вам вопрос. По сути. То есть, я вижу, сам, находясь, так сказать, в контактах с людьми, я вижу, что интерес к такого сорта продукции, не обязательно вот к нашей, я вот даже не о нашей продукции говорю, я вообще говорю, к продукции такого класса. Интерес есть, особенно вот в спорте, очень большой. Но как-то вот эти вот спортивные школы вашим вниманием сегодня не охвачены. А у них, я посмотрел, оказалось, есть достаточно широкие возможности. Я ему назвал цену, так сказать, вот нашу цену, нашей продукции. Он сказал, да это вообще, говорит, копейки. Мы, говорит, платим, раз в 30 дороже, говорит, за наши вот такие вот специальные вещи. То есть, спрос есть. А раз спрос есть, значит, должно быть предложение. Но информационными носителями на сегодня информации являетесь вы. Вы все партнеры, партнеры компании «Кайрост». Вы являетесь информационными носителями. Но, знаете, как в мусульманских странах говорят, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Если к вам не приходят люди заинтересованные, а правильно, они к вам не приходят, потому что они вас не знают. Значит, вы должны идти к этим людям. Вы должны идти в спортивные школы, в фитнес-центры. Но фитнес-центры не так. Почему? Потому что я вот с несколькими фитнес-центрами работаю. Но тех, кто занимается культуризмом, им это интересно. Остальные туда ходят не для здоровья, а больше потусоваться. Это такая, как бы, спортивная дискотека, так можно сказать. И поэтому там никто здоровьем особо не интересуется. Ну, по крайней мере, очень маленький процент. Но у нас на сегодняшний день очень серьезно развивается молодежный спорт. А почему им не предложить продукт, который бы защитит, например, молодой развивающийся организм? Это когда ребенку 12-14 лет, половое созревание идет, формирование взрослого организма. А идет на фоне сильных нагрузок и перегрузок спорта. Потому что большой спорт – это всегда перегрузки. Всегда перегрузки. Почему не дать им возможность защитить свой организм? Вот в этот период хотя бы. Объяснить? Да, надо объяснять. Надо и самим изучать, и объяснять людям возможности этой продукции. И самое главное, где она грамотно может быть применена. Конечно, если спортсмен технически не подготовлен, то он может пить сколько хочешь буутана, чемпионом он не станет. Но если ему для того, чтобы стать чемпионом, не хватает немножко выносливости, немножко силы, немного реакции, немного других качеств организма, а все остальное у него есть. Да, это может быть той каплей, которая на весах в большом спорте, где человек становится либо чемпионом, либо где-то на пятом-шестом месте остается. И ни один спортсмен здравомыслящий этой каплей пренебрегать не будет. Тем более, что это не допинг. Человек, который потребляет нашу продукцию, совершенно спокойно проходит допинг-контроль. В этом плане, с точки зрения законодательства, и спортивного законодательства в том числе, все абсолютно легально. То есть это не допинг. В принципе, но это действительно не допинг. Ну, можно сказать, что это как бы добавка к спортивному питанию, специализированная добавка к спортивному питанию, которое вот это питание делает очень качественно. Вот так можно выразиться. Это, естественно, зависит от вас. Но сегодня, как я уже заранее проведил, у нас лекция достаточно вот такая короткая. Моя задача была донести вам информацию в основном по решению проблем онкологических заболеваний, как ее осуществляют, например, вот в Израиле. Донести о том, что продукт номер 8, я считаю, он родственен той вакцине, так сказать, сенсационной, о которой сейчас говорят. Но мы, в отличие от израильских медиков, так сказать, нашу вакцину или наш продукт номер 8, можем уже на сегодняшний день, хотя у нас тоже были трудности, но изготавливать в промышленных масштабах. То есть сделать ее, во-первых, доступной, а во-вторых, достаточно дешевой. Ну, дешевой по сравнению с другими препаратами, которые применяются для этой цели. У меня в качестве информации для вас сегодня все. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на их отвечу. Все понятно? Тогда спасибо вам за внимание.